приветствую всех на канале вот такой автомобильщик нам в работу попал это гибридная volvo и автомобиль у нас не запускается официалы и осмотрели и сказали что какая-то проблема в батарее в общем сейчас будем диагностировать смотреть какая же проблема с ней имеем у нас такие ошибки датчик влажности задняя камера потеря коммуникации с модулем управления цепь электропитания но у нас был подсажен аккумулятор сейчас уже зарядили его проверка сопротивления внешней изоляции аккумулятора гибридного электрического автомобиля неверные данные полученные от модуля управления энергии аккумуляторной батареи ошибки на базе алгоритма заблокировано выполнение операции компонента напряжение аккумулятором батареи общая электрическая ошибка напряжение цепи ниже порогового значения такой вопрос какого 12 вольтовой или высоковольтной батареи в общем начнем с того что будем разбираться почему у нас есть проблема с сопротивлением изоляции и внешне то есть это вне батареи и владелец автомобиля говорил что у него не так давно меняли компрессор кондиционера и есть конечно подозрение что залили туда не диэлектрическое масло из-за этого у нас проблем с сопротивлением изоляции но с этим тоже будем проверять пока что есть такие ошибки так у нас подсажен 12 вольтовый аккумулятор 12 вольт 11 5 11 02 так сопротивление изоляции параметры не выдает нам так окей тогда будем сейчас проверять сопротивление изоляции здесь у нас багажнике установлена батарея и здесь непонятно что было какие-то следы грязи блок какой-то болтается в общем сейчас будем отсоединять высоковольтные провода и прозванивать прозванивать сопротивление изоляции и сейчас начнем прозванивать от самой батареи такой у нас мегаометр и вот мы отсоединили провод от батареи который идет вперед и прозваниваем сопротивление не очень удобный слишком большая задержка но здесь показывает что у нас даже напряжение растет 65 вольт и у нас очень низкое сопротивление 2 и здесь еще меньше то есть у нас явно проблема есть с этим проводом и к тому же по плюсу и по минусу ладно пойдем вперед проверять она давай проверим сразу и инвертор куда землю землю и не ну сюда вот один контакт и на корпус здесь у нас 1 гигаом то есть здесь у нас все хорошо то без разницы здесь у нас все хорошо и по 2 то есть инвертор у нас не пробит с инвертором все хорошо теперь пойдем проверять куда дальше идет провод подняли автомобиль и видно что здесь было дтп вот лонжерон у нас кривой вареный само крыло что-то с ним тоже делалось но это сейчас не столь важно здесь видно что на инверторе у нас поломан разъем проклеен герметиком нету фиксатора здесь тоже нет фиксатора но сам разъем вроде как целый и чисто теоретически туда конечно могла попасть влага вовнутрь но это все нужно будет проверять отдельно у нас здесь точно так же как на peugeot идет сзади электромотор и по сути автомобиль полноприводный за счет заднего электромотора так вот этот провод который у нас идет он заходит в эту коробку вот пластиковую дальше пошел дальше он идет на верхнюю сюда потом соединяется с этими тремя проводами которым три фазы и он по верху пошло вот они вот эти три это четыре это три фазы и кондиционер да это идет от инвертора на генератор реле и нагревать реле и этот провод пошел на хитр вот на вот у нас хитр стоит так и когда мы оценили вот этот провод который идет на компрессор кондиционера у нас как раз и сопротивление изоляции и пропала мы отсоединили разъем перемкнули хвилл и еще раз постираем ошибки посмотрим что у нас будет так ошибка у нас пока еще есть гибрид систем дефект автомобиль походу из германия так удаляем ошибки ошибка у нас пропала он еще раз зажигание перезагрузим волдате есть план действий как действовать при такой ошибке с одной стороны жалуется на внешнее сопротивление но с другой стороны не включает контактора поэтому сейчас нужно немножко изучить информацию volvo достаточно не часто я не часто автомобиль нашем регионе поэтому не сильно и знакомы с ним так еще раз проверяем оценили компрессор кондиционера и оценили инвертор еще что у нас с ошибками будет ли появляться у нас напряжение и кстати давай еще раз для частоты эксперимента кинем померяем напряжение на выходе с батареи так ошибка по сопротивленной изоляции есть удаляю ошибку и ошибок у нас нет а нет появилась опять так теперь опять появляется а напряжение есть там продолжает висеть не так и визда 97 61 вольт показывает так езда выключилась появилась но там никак не должно быть 87 там должно быть напряжение гораздо выше а у нас 87 вольт а здесь пока 97 66 короче по ходу нужно снимать батарею нашли схемы на них и здесь даже на схеме написано что здесь батарея 400 вольтовая потому что уже возникли какие-то сомнения непонятные откуда там что-то напряжение в районе 100 вольт а здесь все-таки напряжение 400 вольт значит все-таки нужно лезть батареи смотреть батарея здесь написано что он бар чаржи 220 вольт понятно от переменки с розетки заряжается а вся восковольтная цепь 400 вольтовая а у нас там 400 вольт нет значит какая-то проблема в батарее есть и мало того мы еще напряжение мерил без нагрузки возможно там с нагрузкой и не будет этих 100 вольт в общем будем согласовывать о снятии батареи даже смотришь с ней в общем приняли решение что сначала сниму крышку здесь а если что то уже будем снимать батарея ну возможно все это сделаем по месту по крайней мере продиагностируем потому как уже очень плотненько она здесь стоит и вытаскивать ее нужно очень аккуратно сняли крышку и что здесь видно здесь элементы очень похожи на фордовские такое же самое охлаждение но в данном случае пока что здесь ничего не течет не знаю если статистика что попадает антифриз батарею это там он какие-то следы какие-то следы есть наличие чего-то но непонятно но принцип абсолютно тот же самый что и на форде кстати говоря чем отличается от форда здесь видно что идут такие колечки пластиковые которые обжимают сами патрубки на радиаторы до много чего общего у volvo и ford так и надо примерить сколько у них напряжение на каждом из модулей так что у нас тут есть по напряжению здесь у нас 37137 19 3722 3718 что еще хорошо здесь можно видеть сколько напряжение на запоминать хотя бы 716 3708 3716 перед тем 22 но здесь полярность перепутал поэтому в обратную сторону Так, напряжение везде плюс-минус одинаковое И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Десять модулей То есть 370 вольт у нас должно быть А у нас здесь выходит 100 вольт Удобный мультиметр Тем, что он кроме того, что здесь напряжение показывает Еще и показывает график напряжений И вот можно контролировать Напряжение, что у нас есть Если что, ссылку на этот тестер Мультиметр оставлю в описании под видео Это у нас мультиметр в Нирсе В нем есть и осциллограф, мультиметр, осциллограф, генератор импульсов Ну это настройки, собственно говоря, опять по кругу Так, проверим мегаометром У нас сначала бесконечность Потом сопротивление падает И начинает заряжаться конденсатор И начинается, вот слышно, пробой Вот, вот, вот Видно сверху? Вот Да, вон пробой До сих пор хорячет Так, то есть у нас получается две проблемы Первая проблема, что у нас компрессор пробило И вторая проблема тем, что у нас идет пробой с элемента на радиатор А это говорит о том, что нужно батарею уже снимать Демонтировали батарею с автомобиля И вот что увидели И здесь последствия удара не обошли стороной автомобиль И вот видно, что батарея прикручивается с этой стороны к вот этому кронштейну С той стороны там И здесь видно, что этот кронштейн у нас идет под углом И с этой стороны, и аналогичная ситуация с этой стороны Здесь можно засунуть палец То есть у нас, когда автомобиль был в ДТП Кроме того, что снизу еще были какие-то проблемы Еще и деформировался пол И в результате он деформирует корпус самой батареи Вот такой вот момент И вот здесь видно, что здесь варилось все И владелец автомобиля увидел, что автомобиль битый Уже только после того, как его взял К сожалению, и такое бывает Так, а проблема у нас была с этим модулем Сняли бембишку Вот так вот она выглядит Интересно, что с той стороны И интересно, здесь активные или пассивные балансиры Ну, скорее всего, здесь пассивные балансиры И здесь идут соединительные шины Скорее всего, на плату И в этом модуле, что очень плохо Тем, что, когда мы открутим эти болты У нас, за счет того, что пакеты раздутые Начнут разгибать И у нас может сломаться вот эта плата, которая там идет На форде в этом смысле все гораздо проще И там нет вероятности повредить этот модуль А здесь есть Мы, конечно, это попробуем сделать Но сразу будем согласовывать с клиентом Что модуль будем этот менять И будем его искать Поэтому сейчас на всякий случай проверим его Есть такой вот Мультиметр для измерения внутреннего сопротивления Элемента И сейчас хочу проверить Здесь идут по одному пакету Да, по одному пакету получается последовательно Нет, два Или все-таки один Просто идут все пакеты Нет, два Два пакета в параллель И все последовательно Поэтому у нас на краю у нас получается 37 вольт Так, здесь у нас внутреннее сопротивление 1,37 милливольт 1,34 Напряжение 3,71 3,71 1,31 Ну еще, в принципе, неплохой у нас И модуль был бы Если бы не пробой 1,33 1,35 1,25 1,22 1,22 Все-таки здесь С этой стороны уже лучше С этой стороны не хуже И у нас А пробой у нас все-таки с этой стороны В общем, в любом случае Сейчас попытаемся его разобрать Но заранее будем согласовывать с клиентом Замену этого модуля А там как повезет И вот И вот у нас есть какая-то Точка Здесь И здесь Кстати, радиатор Здесь сам по себе Он не Он пустой И просто антифриз идет Чисто по кромке Все-таки Отличие от Форда Есть У нас вот здесь Вот Пробивало На Эту часть Батареи А это уже опасненько В любом случае Такой пакет Уже оставлять Нельзя Поэтому все-таки Даже несмотря на то Что у нас он Вскрылся И мы смогли Вытащить радиатор То оставлять его Так В любом случае Нельзя Иначе Батарейка Находящаяся В салоне автомобиля Может Полыхнуть Вот так вот Так Что у нас здесь За элементы LGX P1 Нашли другой модуль Его проверяли И у него Внутреннее сопротивление Эминентов Гораздо ниже Того Что у нас И емкость Заявлена здесь 23,7 Ач Притом что новая На каждый пакет Приходится по 15 Ач То есть На одной параллельной Сборке 30 Ач И судя по всему Емкость здесь Гораздо Больше будет Чем На нашем Вот Примеряем Внутреннее сопротивление Здесь у нас До 1 милливольта 3,74 Он чуть-чуть Выше Заряжен И Везде Одинаково Притом что Наши модули 1,25 1,26 1,22 Временами Бывает 1,32 И он чуть-чуть Ниже уровень заряда При этом проверили Его и мегаометром И все с ним нормально Конечно Не совсем хорошо Ставить с разной Емкостью Но У нас другого Варианта Нет На всякий случай Сейчас перемерю Чтобы Перемерю емкость Для этого у нас Есть вот такой вот Стенд И посмотрим Что у нас Покажет наш Этот модуль Кстати С 10 по 14 Сентября В Франкфурте На майне Будет выставка Где будут Тоже наши ребята Выставлять Оборудование Наше Поэтому Если кто Живет в Европе Интересно посмотреть То оборудование Которое делает Наша компания Это MSG Equipment То можете Приехать И посмотреть Своими глазами В общем А мы продолжаем Работать С этими модулями Закончила балансировка И вот Можно посмотреть На старом Модуле 23 167 23 190 23 067 22 850 22 и 9 22 и 8 22 и 7 22 и 7 22 и 7 На новом же Немножко выше 24 и 5 24 и 5 24 и 7 25 То есть у нас Три чуть больше 10 процентов Разбег Как бы Многовато конечно Но К сожалению Других вариантов Особо нет Поэтому в любом Случае будем Ее сейчас Собирать И устанавливать В автомобиль После установки Другого модуля Батареи Замена компрессора Кондиционера И проведение Всех проверок По изоляции Автомобиль у нас Запустился И поехал Батарея Простояла Где-то Часа Четыре Давление Как было Полбара Так и осталось То есть у нас Оно никуда Не ушло И это уже Хорошо То есть теперь В принципе Батарею Можно скручивать И собирать Багажник Со старого Компрессора Кондиционера Слили масло Проверили его На сопротивление Настолько сильно Просаживать Сопротивление Изоляции Оно не могло Вскрывать Компрессор Нам разрешение Не дали Так как Владелец Попытается Вернуть Его по гарантии Поэтому Полноценно Его проверить Мы не можем Кстати Если кто Хочет Качественный Недорогой Инструмент Рекомендую Инструмент Фнирсе У них Достаточно Широкий Ассортимент Различного Оборудования Очень понравилась Паяльная Станция С пиковой Мощностью 200 ватт Можно видеть График Падения Температуры Хотя на самом деле Видно и здесь Но это уже Всякие Плюшки Но по большому Счету Паяльник Конечно Монстр Также есть удобный Паяльник Который можно Носить с собой И паять Даже на выезде Работает Пару банка Или же Можно паять Прямо на машине Без Переносок Или удлинителей Также Интересный Тестер Для измерения Внутреннего сопротивления Элементов Батарея И универсальный Ослограф Мультиметр И генератор Сигнала В одном Они были В этом видео Фиат 500 В работу Приехал И батарейка Разряженная Сейчас меряем Напряжение На элементах Так На первом Элементе У нас Напряжение До 2 вольт 2,16 вольта 2,7 вольта 12,17 вольт 2,12 2,096 2,112 В общем Ситуация У нас Конечно Вот такая Вот Продолжение следует... Продолжение следует...